Микс Ньюс. Министр сообщений Талис Линкайтс. Здравствуйте, господин Линкайтс. Доброе утро. Вот насколько действительно COVID-19 оказал влияние на работу вашего ведомства и насколько, я понимаю, что просто, например, перекрыть какие-то сообщения с какими-то странами и гораздо сложнее, наверное, восстанавливать уже вот все обратно. Наверное, самое сложное – это поменять поведение людей и привычек. Сначала, скажем, если смотреть в марте месяце, то это было задание перекрыть сообщения, остановить сообщения между городами, между странами. И это было трудно, там были наши репатриационные рейсы и так далее. И сейчас нам надо как бы мотивировать людей в обратную сторону, но мы видим, что ситуация так не меняется. Если июль, август месяцы были хорошие для международного транспорта, для пассажирского сообщения, то уже с середины августа и весь сентябрь мы видим такую обратную тенденцию. Вирус продолжает свой путь и, соответственно, люди очень, ну так, настороженно смотрят на передвижение. В основном, между странами сообщения очень такое низкого уровня пока. Получается, что здесь даже инициатива исходит, может быть, от людей? То есть, вы ощущаете, что даже в тех направлениях, которые открыты, люди с меньшей готовностью отправляются в путешествие? Да, мы в августе, в принципе, открыли международное сообщение, дали людям возможность. Но, конечно, в каждой стране есть свои ограничения и по тестированию, и по карантину, и самоизоляции. И люди, конечно, смотрят на эти ограничения и думают, есть ли необходимость, есть, как я потрачу свой отпуск или свое рабочее время. И также мы видим, что пока нет так называемого бизнес-туризма, конференции, большие конференции, большие мероприятия все еще не проходят, и, соответственно, авиационное сообщение теряет, и теряет наш туристический сектор, гостиничный сектор. А кто принимает решение? То есть, вы, я понимаю, что подчиняетесь, выполняете решение о закрытии каких-то направлений, но вот решается ли это в сотрудничестве с вами, в какой мере вы влияете? В Латвии система очень простая, все определяется так называемым индексом ковида, который вычисляется Министерством здравоохранения. Есть красные страны, желтые страны, зеленые страны. И Министерство сообщения, в принципе, там просто технический исполнитель. Как только, скажем, в пятницу появляются новые цифры, показывают, что, скажем, Франция у нас опасная страна, то, соответственно, через три дня закрывается международное сообщение в эту страну. И мы, в принципе, как транспортники, там ничего сделать не можем. А открыть, наоборот, сообщение, это требует каких-то сложностей, согласований, например, с противоположной стороной? В принципе, я думаю, последние месяцы и люди, а также и институции, они уже привыкли к этой ситуации, что и закрываются рейсы, и открываются. Соответственно, это проходит быстрее. Но, конечно, решение открытия, какие-то направления, это решение самых авиакомпаний. И тут, наверное, очень такое трудное решение, потому что не летать – это затраты, а летать пустыми – это тоже затраты. Ну вот некоторые наши слушатели жаловались и говорили, что есть какая-то немножко такая странная ситуация, когда, например, Франция закрыта, но из Франции человек может добраться до Германии, а Германия открыта, и получается, что как будто бы он прилетает из Германии, хотя на самом деле он отдыхал во Франции. И вот не является ли это такой, ну, всё-таки формальностью? Получается, что мы не можем контролировать точно перемещение людей? Да, пока границы открыты, конечно, всегда есть возможность и поехать, и возвратиться. Но это как бы такая всё-таки, ну, преграда. Это и стоит дороже ехать через какую-то другую страну, пересаживаться. И, соответственно, ну, даёт ещё раз возможность подумать, надо ли там ехать. Вы уже упомянули вот деятельность AirBaltic, насколько вот сейчас эта деятельность авиакомпании осложнена вот этими действительно обстоятельствами COVID-19, и вот Вы высказывались о том, что необходимо всё-таки оказать помощь в размере 250 миллионов евро. Вот, вот, могли бы Вы пояснить, вот, почему, как бы, государство заинтересовано в помощи? Государство заинтересовано в помощи, в принципе, каждому работающему предприятию, который потерпел из-за коронавируса. И наш авиационный сектор, он просто был довольно-таки большой по сравнению с нашими соседями Литвой и Эстонии. И мы помогли не только авиакомпании AirBaltic, но и нашему аэропорту, нашему латвийц-гайс-сатексу, который работает диспетчерскими службами авиации, а также многие предприятия, которые работают в аэропорту, использовали эти дикставы, спа-балсты от государства. Так что мы сделали то, что смогли, но, конечно, мы сделали это в определенных условиях. В марте месяце принимали эти решения, в марте, апреле, май. Потом согласовали с Европейской комиссией эту помощь авиакомпании. Но считали, и был такой прогноз, что ситуация летом и осенью улучшится. Сейчас видим, что ситуация меняется опять в худшую сторону. Но задача авиакомпании работать по тем средствам, которые выделены. Мы, в принципе, не видим, что в дальнейшем мы сможем найти такие средства опять. Так что я только могу надеяться, что ситуация как-то все-таки улучшится и в международном пассажирском сообщении. А вот на деятельности действительно аэропорта, насколько в этой сфере, вот мы видим, что останавливаются целые направления, рейсы. Вот как выживают эти авиакомпании аэропорт, за счет чего они могут продолжать поддерживать свое существование? Да, если смотреть на цифры, то в восемь месяц этого года обработано пассажиров на 67% меньше, чем в прошлом году. Это не просто там 10-15% меньше, а более половины меньше. И, конечно, это, с одной стороны, для предприятия необходимо уменьшить число сотрудников, смотреть на издержки. Со своей стороны мы там тоже дали финансирование, чтобы предприятие осталось работать. Аэропорт Рига – это не только пассажирское сообщение, это и грузовое сообщение, и частные рейсы, которые там происходят. И, кстати, там ситуация намного лучше. Но, конечно, если ситуация так будет продолжаться, то, наверное, будет необходимость принимать каких-то еще дополнительных мер по снижению затраты. Многие обращали внимание на то, что если, например, работник ресторана, он может переквалифицироваться, например, попытаться найти другую работу. Вот работа пилота, работа, связанная с авиаперевозками, она бывает часто очень специфична, и люди вложили большие все-таки средства и усилия в то, чтобы обрести эту профессию. И просто поменять профессию, конечно, это и затратно, и мы понимаем, что если ситуация изменится, где мы найдем, то есть обратно возвращать этих специалистов или готовить новых будет достаточно сложно вот в этой сфере. Да, я и по-человечески понимаю пилотов, что каждый ждет, когда опять в небо. И что примечательно, что во всем мире авиация в таком положении, как в Европе. Так что, в принципе, нет возможности куда-то поехать и начать работу в другой стране. Ну, все-таки эта часть рабочих, они хорошо оплачены, и за них платились и все социальные износы. Так что там есть какой-то, ну, хандикап пока возможности пережить эту ситуацию. Но если, конечно, ситуация будет оставаться таким многие годы, то, конечно, надо будет переквалифицироваться. Пилоты умные, люди, я думаю, работу найдут. Скажите, вот если говорить уже, вот спуститься с небес на землю, вот железнодорожный транспорт, мы недавно буквально обсуждали в эфире, и люди очень, ну, интересовались причиной ребрендинга пассажиру Вилтсенс. И, ну, в интернете многие очень удивляются, зачем вроде бы такое, ну, солидное название нужно менять на бренд Виви, который как бы и звучит немножко не по-латышски, как-то, ну, и не ассоциируется, ну, ни с чем, что было бы связано с поездами. Вот в этой ситуации, не говоря уже о том, что, ну, озвучивались там самые фантастические, там 100 тысяч евро потрачено на, будет на вот этот ребрендинг. И многие возмущаются, что нужно ли в условиях, ну, вот кризиса, пандемии, выделять деньги. Вот, ну, сейчас ли это самое время заниматься такими вещами? Да, по-моему, весь этот разговор, он, он, с одной стороны, преждевремен, с другой стороны, он, может быть, тогда, когда будет меняться название, может быть, и не надо будет столько средств выделять на коммуникацию, все уже будут это знать и ждать, как это будет происходить. На самом деле, это все связано с новыми поездами, которые планируются в 2022 году. В мае месяце они должны появиться, так сказать, уже на наших линиях. Поезда будут в новой покраске, то есть меняются и цвета, цветовая гамма, и, соответственно, меняется и название. И, конечно-то, это, ну, такая отдельная, отдельная индустрия, которая занимается придумыванием разных слов и названий. Если смотреть вокруг, то, ну, есть у нас Элвы, магазины, у нас есть Рими, у нас есть ТЭТ. Скажем, в Даугалпилл съедет литовская железная дорога на своих поездах, и они тоже сделали ребрендинг. В этом году называется ЛИНК. Ну, ситуация на железной дороге тоже меняется, и мы подумаем, что в следующих годах пассажир Вилтсенс не будет единственным, который будет там ехать. Мы построим линию Рио-Балтик, и там, по крайней мере, будет три оператора, которые будут и по международной линии ехать, и по региональной, и местной. Соответственно, ну, как-то надо отделить. Ну, я не знаю, почему это предприятие назвали пассажир Вилтсенс, но так мы и авиакомпанию можем назвать самолет. Да, ну вот мы там долго гадали, мы могли предположить, что одно из ВИИ может означать Вилтсенс, но вот что значит второе ВИИ, нам так вот не рассказали. Между тем просто дозваниваются до нас уже слушатели, мы попросим вас надеть наушники, 6-7-212-93-9, телефон. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Да, министр сообщения Талис Линк, это у нас в студии, пожалуйста. К вашему гостю у меня два вопроса. Во-первых, в связи с тем, что вы только что сказали, что меньше пассажиров летает, там проблемы с коронавирусом, то не кажется ли вам, что надо отложить строительство Райл Балтика? И второй вопрос, если все-таки она должна, на ваш взгляд, продолжаться, вы можете назвать фамилии людей, которые будут ответственны за это строительство и за тот хаос, который с октября начнется в городе Риге? Спасибо вам. Спасибо. Да, ну вот люди беспокоятся тем, что, да, насколько это вызовет, конечно, неудобство определенное строительство в центре Риги. И, ну вот, переходим так вот сразу, эта тема была немножко позднее, но давайте перейдем к Райл Балтика. Да, Райл Балтика это у нас стратегическая стройка века, наверное, такая инфраструктура строится раз в сто лет, и вне зависимости от того, какие сейчас конкретные обстоятельства, есть желание соединить наши страны с Центральной Европой, хорошим железным сообщением, а также я вижу эту линию как региональное сообщение, как хорошая возможность улучшить сообщение с нашими городами, скажем, Бауск, Салатсгриево. Мы запланировали 16 остановок на этой линии именно регионального сообщения, это будет, ну, такая дополнительная возможность использовать общественный транспорт в отдельных новых направлениях. Что касается строительства, то да, каждое строительство, это определенные, ну, такие сложности. Мы начнем строительство с Рижской центральной железнодорожной станции, первые работы начнутся в ноябре месяце, люди, конечно, будут информированы, как там обойти преграды и так далее, но, конечно, надо считаться с тем, что следующие, ну, три года, наверное, будут строительные работы вестись по всей линии в городе Риге. Ну, а затронет ли это, например, инфраструктуру вокруг вокзала, я имею в виду рынок, там есть авто, автооста, там есть трамваи, которые проезжают мимо, вот эти будут ли каким-то образом, повлияет ли на них? Ну, я думаю, что когда начнутся работы, будут и будет информация насчет того, что меняется вокруг, конечно, стройка эта большая, и, соответственно, будут изменения вокруг станции Риги. Но я знаю, что и строители со своей стороны планируют свои работы, ну, таким образом, чтобы наименьшим образом повлиять на окружающий мир. Еще один... А, да, есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Вот, знаете, у меня относительно Рейл Балтика, вот в догонку к этой теме, конкретный вопрос с двумя подпунктами. А почему на данный момент еще неизвестно, что будет с основными путепроводами между спальными районами, это и Монте-Золи-Туда, вообще никто не может дать ответ. А второй подпункт очень важный. Ничего неизвестно, что будет с путепроводом к больнице Страденя. Там тоже никто не может дать ответ. Спасибо. Спасибо. Ну, такой концептуальный ответ есть. Между Имонте и Золи-Туда будет строиться путепровод. Он был запланирован еще в советские времена. Если смотреть, как построена Золи-Туда, то там видно, что специально есть место. Там, где сейчас находятся парковки в Золи-Туда, там будет идти мост через железную дорогу. Что касается Страденя на больнице, то там будут строиться тоннели. Пока идут работы по проектированию. Конечно, еще не в такой фазе, чтобы говорить конкретно по метрам, туда или сюда, или как это будет выглядеть. Есть эскизы, которые будут представлены общественности 24 сентября на такую дискуссию. Но по мере того, как проектировщик продвигается по своей работе, будет... Также мы будем давать больше деталей по каждому вопросу, который появится. Да, у нас продолжается просто очень много звонков. Здравствуйте, пожалуйста. Вы в эфире. Доброе утро. Вот вы только что упоминали автостоянку в Золи-Туда, которая предусматривает, что, наверное, ее больше не будет. А какое решение предусматривается именно по поводу парковок? Потому что за последние года снесли платные парковки там, где построили Риме, там, где построили Максиму, которая обрушилась, там, где сейчас построили Лидл. В итоге все машины стоят на улицах. В итоге очень ограниченное передвижение частного транспорта. Парковок вообще в спальном районе в принципе нет. Люди кидают машины, где только свободный клочок земли. И какое будет приниматься решение, когда вот закроют вот эту огромную стоянку платную, где машины, наверное, 300 как минимум постоянно стоят. И они все переместятся на улицу. Какое будет решение? Да, спасибо. Ну, наверное, это еще и скорее вопрос городским властям. Да, я бы с этого и хотел начать, что вся проблема парковок в Риге вообще, где ставить машины у жилого дома, это такой наболевший вопрос, но это вопрос городским властям. Наша задача – это железная дорога и построить все проводы, переходы и велопереходы для автомобильного транспорта там, где это необходимо, и там, где нам это заказывает городская дума. Скажем, и по Иманте, и Золотуде, там были разные варианты. Мы смотрели на действующий переход на улицу Золотуде, но он очень такой узкий. И городские власти решили, что лучше это закрыть, но построить новый мост. Как разрешить транспортную инфраструктуру вокруг этого моста, и как делать это удобно жителям Золотуда – это уже вопрос городского планирования. Вот говоря, продолжая разговор про Рейл Балтика, когда у нас был Андрис Берденч в студии, он обращал внимание на еще одну проблему, что это железнодорожное сообщение разделит Латвию на две части. И вот насколько, ну что сейчас нужно буквально задумываться над тем, как будет проходить сообщение, поскольку для многих жителей это окажется, ну вот они, может быть, окажутся разделенными там со своими родственниками, которые живут в соседнем городе или там поселке, но по другую сторону, что им придется как-то делать крюк, чтобы вот эти переезды через железную дорогу организовать какие-то пути. Вот как это будет решаться, ну вот насколько это усложнит жизнь людей? Ну, начнем с того, что уже сейчас имеется железная дорога, в принципе, по ней в любом месте ходить нельзя, только в тех местах, которые, соответственно, к этому предназначены. И строя новую трассу Реобалтика, конечно, мы планируем и разные вот переходы, путепроводы. И, соответственно, с планированием данной местности там есть рассматривается каждый вариант, как каждый собственник своего земельного участка сможет подъехать к своему дому. Ну, там, в принципе, ситуации все разрешаемы. А еще вот одна проблема, тоже связанная, может быть, с Реобалтика, о том, что это строительство потребует большого количества специалистов. И, ну, не приведет ли это к тому, что, ну, вот хватит ли Латвии специалистов, поскольку мы знаем, что там в годы кризиса многие уезжали и были какие-то… Ну, вот, насколько нас хватит квалифицированных кадров для такого масштабного проекта? Конечно, может быть какая-то нехватка определенных специалистов узкого профиля. Но если смотреть так в общую картину, то всегда встречаясь с предпринимателями, строителями, они мне задают вопрос, когда мы сможем начать работать. В принципе, я бы сказал по-другому, что есть нехватка работ для строителей в Латвии. И мы рады, что мы сможем дать возможность заработать на этой трассе и тем, которые занимаются, и строительством путепроводов, и просто строителям, и электрикам, и разным другим профессиям. То есть это может, наоборот, подогреть экономику Латвии? Да, это дополнительные средства, которые вливаются в экономику Латвии. Еще один вопрос примем. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Два вопроса можно задать? Да, пожалуйста. Мне вот непонятно, в чем радость и гордость открытие Юрмальского шоссе, фулл-дороги сделали за 30 лет. Это первый вопрос. И второй. Будут ли дотации, достойные общественному транспорту, чтобы платили достойные зарплаты водителям этого общественного транспорта? Все. Да, спасибо. Спасибо. Ну, Юрмальское шоссе тоже, это тоже одна из тем таких очень волнующих, горячих. Ну, если смотреть на Юрмальское шоссе, то она уже долгое время нужна была ремонтировать, потому что там, когда идет дождь, то там началось это водоплавание, и качество этой дороги оставалось желать лучшего. Так что мы специально нашли финансирование в прошлом году для того, чтобы этот участок сделать. Конечно, для водителя это такое полурешение, потому что остальная часть дороги – это собственность города Риги. И когда мы в свое время обращались к крышским властям с вопросом, будет ли они ремонтировать свою половину, то ответа не было. И если мы смотрим на качество дорог в Риге, то там очень много дорог, и также и магистральных дорог, которые требуют ремонта. А сейчас вот после выборов изменится ли ситуация, будет ли лучше коммуникация? Ну, я надеюсь на это, да. Одно дело коммуникации, но другое – это проектирование и планирование работ, потому что мы можем, конечно, договориться, что да, эти улицы должны быть сделаны. Но для этого должен быть проект, это тоже займет определенное время. Что касается государственных дорог, то у нас есть план по обновлению главных магистралей Латвии, сделать их скоростными магистралями. Если смотреть на наши соседи, Польша, Литва, также Эстония собирается делать скоростные магистрали, и мы, соответственно, тоже не можем быть каким-то отдельным участком в этой системе, где ехать только на 90 км в час. То полотно, которое построено Юрмальского шоссе, оно уже сейчас может в таком качестве, что там можно ехать на скорости 130, но пока нет дополнительных отдельных элементов в этой трассе, то на следующий летний сезон мы там поставим 110 км в час. Также такая же скорость будет на Витзенском шоссе, там, где построена новая дорога. А будут ли в этом участвовать европейские деньги, или нам придется все это из своего кармана? Мы ищем все возможные фонды, разные источники, средства, и бюджетные средства, и те средства, которые у нас еще остались с прошлого периода. Также мы подготавливаем такой большой план агломерации Риги и в окрестностях Риги транспортной развязки для фонда развития Европы, специальных средств, которые сейчас будут предназначены для улучшения экономической ситуации после ковид-кризиса. И там в этих планах тоже строительство, ну, фактически новой объездной дороги, скоростной объездной дороги Риги. А, там был еще вопрос у нашего слушателя по поводу общественного транспорта, но я понимаю, это опять-таки не к вам вопрос. Ну, это, да, в зависимости от того, где вы работаете. Если говорить о государственной дотации, то мы свои обязательства перед перевозчиками выполняем, средств хватает. Мы специально увидели, когда был ковид, для того, чтобы покрыть затраты нашим местным перевозчикам. Так что, я думаю, в этом плане проблем нет и не будет. И еще примем вопрос от слушателей. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе, пожалуйста, вы в эфире. Да, я хотел спросить, знаете ли вы, бесплатенминистр, о том, что происходит на белорусской границе, в Белоруссии, в связи с тем, что Латвия, Литва, Эстония ввели санкции против Лукашенко и его кабинета министров. И больше не принимают грузы ни из портов латвийских, ни на латвийских номерах, если приехала техника, неважно, прицеп или тягач. Я правда о транспортной перевозке говорю. То есть, знаете ли вы, что есть такая проблема со вторника, и есть ли какой-то план у Латвии, будет ли она какие-то меры предпринимать. Или достаточно того, что мы просто с ними не общаемся, а это проблема не государства, а каких-то отдельных транспортных компаний. Спасибо. Да, речь идет о том, что Белоруссия, в свою очередь, не пускает с латвийскими номерами машины. Мы следим за ситуацией, как развивается вообще ситуация в Белоруссии, какие стратегические решения принимает правительство Белоруссии, а также о том, как это может повлиять на наш транзитный бизнес, с портовой, железной дороги. Что касается разных слухов, которые распространяются о том, что там не будут приниматься машины с латвийскими номерами. Сначала был слух, что не будут приниматься машины с литовскими номерами, то мы это перепроверили и в Министерстве транспорта Белоруссии, и в нашем посольстве нет подтверждения этому. Конечно, наверное, люди, которые тоже следят за ситуацией, готовятся, что могут быть разные эксцессы или какие-то на местном уровне какие-то активности, провокации, но в таком государственном уровне мы перепроверили, таких решений нет, не планировались. Региональная реформа, как она повлияет на сообщения, как она, может быть, поменяет способы доставки людей грузов по Латвии? Региональная реформа меняет административные деления Латвии, но, в принципе, тоже привычек ехать в город или куда-то по необходимости привычки не меняется. Если будут, соответственно, меняться какие-то потоки пассажиров, то мы, соответственно, будем менять свою сеть общественного транспорта, но пока таких больших реформ в нашей сфере мы не предвидим. И еще примем звонки. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Знаете, что вот по поводу Балтика? Это огромная военная авантюра. Больше ничего. Убыточ для Латвии будет конечный. Понимаете, это же, если будет военный конфликт, это нельзя исключать. Десять из Кандеров не будет ни Балтики, ни Ройла, ничего. Понятно. Ну, это я, скорее, понимаю такой комментарий. Ну, стратегическое, я понимаю, военное значение. Дороги боятся, что это может привести. Ну, конечно, всегда каждый объект большой инфраструктуры, он несет какой-то компонент и стратегического значения. Но я рос в то время, когда мы говорили, лучше бы не было войны, да, и об этом лучше не говорить и не думать. Так что мы эту инфраструктуру делаем для того, чтобы люди могли лучше передвигаться и между странами, и внутри Латвии. И я думаю, что это почувствуют все наши граждане. Вот, может быть, говоря о личном, господин Линкайц, все-таки вот вы всего два с половиной года назад пришли в политику, вы были экспертом транспорта. Вот почему вы пришли в политику, с какой целью, и что вам, может быть, удалось за это время, в котором вы находитесь, и вот на посту министра сообщения, самое главное сделать? Я думаю, что это было просто такое совпадение обстоятельств, поскольку я участвовал в Риге вопросом по трамвайной линии, исканности, как-то подружился с политиками, и они меня позвали в список, и потом так получилось, что оказался тут на этой должности. Моя задача, что я хочу сделать, это более человеческим общественный транспорт и также железная дорога, которая долгое время работала в основном на транзитные перевозки, на грузовые перевозки, сделать акцент на пассажирские перевозки, все, что связано с электропоездами, дизельными поездами, новыми перронами, также открыть линию из Риги в Болдыраю, пассажирское сообщение, железные дороги, новый вид, такой, новый, более современный вид общественного транспорта в Латвии, это моя главная задача. Но это все требует, я понимаю, больших все-таки средств, вот как у вас происходит, вот может быть, коммуникация с господином Каринчем, насколько удается, ну вот я понимаю, что вот политики, которые долгое время в политике, может быть, они умеют выбивать деньги, а вот, ну, как вам удается решать эти задачи? Да, конечно, в наше время денег всем не хватает, в том числе и в транспортной отрасли у нас много проблем, и вот, и ковид дополнительно дает необходимости для дополнительных средств, но я думаю, нам удается, вот, может быть, не все достать сразу, но из разных источников, помаленько, постепенко, но в таком постепенном виде есть уже финансирование для электропоездов, они будут, сейчас с Министерством финансов решаем для финансирования для дизельных поездов, которые должны появиться в 2024 году, строительство дорог, как я уже сказал, есть разные фонды, средства, общественный транспорт, идут конкурсы, открытие рынка услуг по содержанию государственных дорог, это тоже дает, будет давать экономию, которую мы потом сможем транспортировать уже на ремонт дорог. Вот еще одно такое тоже громкое заявление, которое вы делали не так давно в прессе, что не будет так, как в былые времена, когда победителя конкурса уже заранее диктовали, то есть вот в этих конкурсах действительно ли было такое, насколько вот как вы собираетесь, ну вот, противостоять, может быть, лоббированию каких-то компаний? Да, конечно, каждый конкурс, который на большую сумму, очень такой конкурентный, состязание, ну такое жесткое, разные претенденты используют разную тактику, также были такие моменты, хотели надавить на политиков тоже, что вот пусть политики там решают, кто будет победителем, кто нет, но поскольку я не из политической среды и в таких играх раньше не участвовал, я все-таки надеюсь, что есть условия во всех конкурсах, есть условия, есть соответствующая юридическая форма, как решать споры в конкурсах, мы помним, как Шкода и Талго там много месяцев спорили, но в каждом конкурсе есть победитель, и тогда мы работаем с победителем. Да, ну что же, на самом деле у нас, к сожалению, время завершилось, я напомню, что в нашей студии сегодня был министр сообщения Талис Линкайтс, большое вам спасибо, что вы нашли время прийти, удачи вам, успехов. Спасибо, что пригласили. Всего доброго.